Декабрь 2019 Декабрь 2019 Продолжать так жить в 2020-м не то чтобы совсем невозможно, но явно нежелательно. Вероятность того, что наверху будут придуманы какие-то великие дела, растет. Надо только выбрать сценарии. Они примерно таковы. Сценарий первый. Державный триумф. Договор о союзном государстве России и Беларуси исполняется 20 лет 8 декабря. Не исключено подписание трех десятков судьбоносных интеграционных бумаг. По крайней мере, их судорожно пытаются согласовать. А на 9 декабря намечена встреча нормандской четверки, теоретически призванная решить судьбу Ордло. Или даже поставить точку в российско-украинской распре. Если Лукашенко и Зеленский покорятся, это можно будет подать публике как второй Крым и несколько лет купаться в лучах славы. Правда, шансов на успех этих мероприятий мало. Зато создать из них добротный пиаровский продукт – задача выполнимая. Притеснение малых народов может привести к выходу из Украины ряда областей. Об этом заявил председатель Госдумы Российской Федерации Вячеслав Володин. Так он прокомментировал попытки украинской делегации помешать выступлению депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека на 12-й сессии форума ООН по вопросам меньшинств в Женеве. Белорусский президент за хорошую субсидию готов дать очередное торжественное обещание интегрироваться. А украинский, видимо, хочет и может согласиться на некую программу-минимум. Огонь прекратить, пленными и заложниками обменяться, войну заморозить, газовый скандал урегулировать. Не слишком зажимая Киев. Украина настроена на подписание долгосрочного договора о транзите топлива и даже на возможное возобновление прямых поставок. Известно также, что Москва предлагает Киеву для заключения контрактов отказаться от судебных споров. Если Путина устроят такие варианты, оба требующие затраты и хотя бы минимальной гибкости, то на российском экране вождя удобно будет представить миротворцем и отчасти даже утвердителем державы. Крымских бонусов это не принесет, но, безусловно, порадует россиян, уставших от ссор с ближними и дальними соседями. Тем более, если будет дополнено разрядкой международной напряженности или хотя бы изображением таковой. Скажем, президент Франции Макрон вполне готов инсценировать потепление отношений. Ему это нужно по тем же самым причинам для набора очков на внутреннем фронте. По мнению главы Пятой Республики, создание новой архитектуры безопасности предполагает и новые отношения с Россией. Но чтобы выиграть 2020 год, российскому президенту таких полупобед будет мало. Второй сценарий – политический триумф. Ясно, каким он может быть. На суетную Единую Россию снизойдет спокойная уверенность. Единый день голосования в сентябре 2020-го пройдет без сучка и задоринки, и система в целом будет готова бодро вступить во вторую решающую и по-своему загадочную половину нынешнего президентского шествия Путина. Сейчас ничего такого нет. Уходящей осенью не решились даже произвести традиционную смену губернаторов, заканчивающих в 2020-м свой срок. Таковых 16. До выборов еще годы нет уверенности, что новоназначенным в Рио пойдет на пользу такое длительное мелькание перед публикой. Вдруг опять снег не смогут убрать. Прямо в снег закапывают, закатывают. Тем более и с поиском новых кадров неладно. Технократы и президентские охранники, на которых несколько лет была такая мода, в большинстве не блещут. Положением дел в своих регионах довольны сейчас лишь 43% граждан, а недовольных 51%. Еще более жуткой ситуацией сейчас оказались жители Иркутской области. В регионе уже серьезные заморозки, а треть пострадавших от паводка до сих пор не получили новые дома и компенсации. Это при том, что деньги из федерального бюджета давно перечислены. Дети живут грибами, дышат и плесенью. И старики. У нас много стариков, им некуда пойти. Мы бы не против, чтобы Левченко приехал 2-3 ночи, поночевал бы в наших домах, холодных, сырых. Как бы ему это понравилось. Раздумья на губернаторскую тему поэтому затягиваются, а ротация отложена на весну. Что же до «Единой России»? То легко было на недавнем съезде приказать ей избавиться от потенциальных перебежчиков, а функционерам запретить маскироваться под самовыдвиженцев. Участвуя в выборах как самовыдвиженцы, некоторые наши коллеги, члены партии «Единая Россия», я имею в виду их, естественно, скорее этим запутали избирателей и точно не помогли своему избранию. Вот там, где кандидаты не скрывали свою партийную принадлежность, результат оказался выше. Партия выдвинула кандидатов на губернаторских выборах, там, где выдвинула, и все они одержали уверенную победу. То же произошло и на выборах других уровней. Поэтому считаю, что кандидаты от «Единой России» должны гордиться своей партийной принадлежностью. Но как им быть, если деятельность «Единой России» сейчас положительно оценивают только 38% россиян, а отрицательно – 46%? Я создавал «Единую Россию» как партию. Мне кажется, что здесь комментарии и не нужны. Можно, конечно, надеяться, что режим ответит на все эти неприятности возвратом к конкурентным выборам. Однако готовиться следует к другому, к окончательной советизации выборных процедур. Ведь сегодня это единственный реальный способ обеспечить триумф. Цена вопроса заранее неизвестна, поэтому начальство так долго и колеблется. Ему тоже по-своему тяжело и даже, возможно, страшновато. Но что еще оно может придумать? Сценарий третий. Возвращение народной любви. Если бы режим был способен это сделать, то мог бы глядеть вперед без боязни. Все остальное само приложилось бы. Но как вернуть потерянное чувство? Денег гражданам из казны вроде бы решено не раздавать. По крайней мере, пока. Не настал еще этот крайний случай. Недавно автор данного материала Сергей Шелин писал, что статистические отчеты в 2020 и 2021 годах станут радовать россиян уверенным ростом уровня жизни. Это хорошо, но мало. Остается одно. Улучшить качество обслуживания народа. То есть окружить его посильной начальственной заботой. Вот на днях уже предприняли кое-что на пробу. Увеличили для водителей количество справок и поборов. Сугубо для общей пользы, естественно. Куда стоят эти люди по многу часов подряд? Они стоят за медицинскими справками, на водительские права. Просто новая справка будет стоить в среднем на несколько тысяч дороже, чем старая. И для этих людей эти деньги, несколько тысяч рублей, сумма очень серьезная. Немалые деньги. И поэтому они и стоят в многочасовых очередях, чтобы эти деньги не платить. И вот это видео, лично для меня, возможно, я не прав, оно гораздо более убедительное свидетельство экономического положения наших с вами сограждан, чем любые справки Минэкономразвития. Хотя новинку тут же пришлось заморозить. Опрошенные ФОМом граждане назвали эту акцию главным событием недели. А рейтинги Путина, Медведева, Единой России и правительства снизились на несколько процентов. Все пропало, все пропало. Блин вышел комом. Однако это не причина перестать печь новые и кормить их народ по давней российской традиции с лопаты. Довольно очевидно, что будет придумано еще много таких же ярких и запоминающихся усовершенствований. Гриппом заболел? Самострел. Ну а как? Можно предотвратить? Не предотвратил. У системы больше нет времени отсиживаться в окопах. Она готовится встать во весь рост и двинуться навстречу гражданам, чтобы потолковать с ними в доступных для нее формах. Может, не так уж и хочет, но понимает, что пора. Новые часы заняли свое достойное место. Давайте все вместе аплодисментами начнем отсчет нового времени. Приготовились. Три Два Один Аплодисменты! АПЛОДИСМЕНТЫ! Субтитры создавал DimaTorzok